Свою первую встречу с журналистами новый глава краевой полиции решил провести у себя в кабинете, но в неформальной обстановке, за чашкой чая. Сладкий стол, однако, не подсластил вопросов журналистов о самых горьких проблемах Забайкали, подростковом движении АОЕ, коррупции среди высоких чинов полиции и незаконной торговли спиртным после восьми вечера. И хотя за четыре месяца работы, по словам Александра Щеглова, еще рано делать какие-либо выводы, сдвиги уже есть. Своей первоочередной целью главный полицейский назвал наведение порядка в краевой структуре. В первую очередь я хотел бы сказать, что коллектив УМВД по Забайкальскому краю дееспособен, профессионально грамотный, но тем не менее есть определенные недоработки. И в первую очередь начало моей деятельности началось с ознакомления территории Забайкальского края, самим аппаратом управления, в настоящий момент выезжая на территории, в районы, для того, чтобы ознакомиться с оперативно-служебной деятельностью. Что касается моих первых шагов, это в первую очередь организация управления, начиная с приема дежурства, раскрытия преступлений, с постановки задач, и в дальнейшем уже принятие определенных кадровых решений. Поэтому наведение, скажем так, управляемости и дисциплины. К слову, о кадровых вопросах и дисциплине. Журналистов интересовало мнение нового начальника о коррупции среди высоких полицейских чинов Забайкальи. В частности, история с бывшим начальником отдела собственной безопасности Дмитрием Неделькиным, на которого возбуждено уголовное дело по факту тайного хищения чужого имущества в особо крупном размере. Щеглов рассказал, что знал о планах по задержанию полковника и дал возможность соответствующим структурам эту работу провести. Также глава полиции уточнил, что в крае борьба с коррупцией выстроена на низком уровне и требует изменений. За 11 месяцев выявлено 19 взяток, на 90% меньше, чем в прошлом году. При этом он отметил, что неперекасаемых сотрудников и чиновников нет. Что касается другой статистики, то по количеству преступлений Забайкалья находится на втором месте в Сибирском федеральном округе после Тувы. 50% всех преступлений в крае совершается на территории Читы и Читинского района. Однако преступность по сравнению с прошлым годом снизилась на 10%. Кроме того, Забайкалье занимает третье место в России по уровню подростковой преступности. Тем не менее, на вопрос журналистов, способствует ли этому так называемое АОЕ, Щеглов ответил отрицательно. Что касается УИЭ, из той информации, которая имеется у меня сейчас, такой организованной направленности в Забайкальском крае нет. Необходимо, значит, посмотреть по району и в отношении определенных лиц, которые влияют на несовершеннолетних, соответственно, определенные преступные направленности. Такое впечатление складывается, что благодаря средствам массовой информации либо постоянным муссированием этого вопроса больше создается имидж, что это такая широкая организация, которая влияет на все учреждения, общеобразовательные, интернаты и так далее и тому подобное. В этом вопросе необходимо разобраться. Интересовало журналистов и то, как в регионе идет борьба с незаконно торгующими спиртным алкоточками. Щеглов привел в пример непотопляемую Айпару. Из-за многочисленных лазеек в российском законодательстве эта торговая точка теперь работает как общепит. И никаких способов закрыть ее, по словам начальника полиции, нет. Они появятся только если поменять федеральное законодательство. Причем ряд регионов уже начали инициировать поправки. Артем Кондратьев, Максим Лобачев, ЗАПТ-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова